Всем привет! Продолжаем изучать эликсир и предлагаю сегодня поговорить о такой вещи, как организации нашего кода. Когда мы пишем какое-нибудь приложение, наш код разрастается и легко обращаться, когда у вас там 10 модулей, да даже 20. А что делать, когда модулей становится реально много? Божественных модулей плодить мы не должны, мы должны разбивать в любом случае наше приложение на множество небольших модулей, по-хорошему, так? О модуле, а с модулями как нам поступать. И эликсир нам предлагает такой вариант, как некие зонтичные проекты. Некие зонтичные проекты. Как они у нас осуществляются? Давайте создадим простой зонтичный проект. Микс, Нью, Экс Хэдди и Амбрелла. Микс, Нью, название проекта, и мы помечаем, что это зонтичный проект. У вас вышла Амбрелла. Так, создали. Создали наш проект. Давайте в него заглянем. Запускаю Атом. Запускаю Атом. И вот у нас такая простая иерархия присутствует. Присутствует папка АПП, которую мы сложим в наши подпроекты, по сути дела. Конфиг, основной файл конфигурации, микс. Причем здесь зависит, а, прошу обратить внимание, что dependency listen here is available only for this project. И не могут быть доступны и не могут быть доступны из приложений внутри АПП фолда. Так что здесь внимательным будем. Так. Так. Например. Например. Так. Так. Зайду я. АПП. 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 ПОУДСОНКОНК, ПОДСОНКИ, Поэтомуgkxxhide. Какие здесь особенности? Давайте, для начала, подправим следующие вещи. Вот здесь, вот. Так, допустим, давайте я по-простому сделаю ее Puts from Dataset. И сделаю то же самое в проекте Algo from Algo. Вот этот зодничный проект позволяет нам обращаться с подпроектами, можно сказать, как с одним целым. Например, MixEctor. Вот какой MixEctor. И в итоге у меня произойдет компиляция для обоих подпроектов одновременно. То есть я обращаюсь с верхним уровнем. Прошу обратить внимание, где построился билд. Где построился билд. Куда у меня все дело скомпилировалось? Скомпилировалось все относительно зодничного проекта. То есть вот стандартная папка build, в которой у нас вот эти файлы у нас компилируются. BIM-овские, да? А внутри app этого нет. Внутри app этого нет. Дальше. Например, допустим, я хотел бы в датасете использовать библиотеку стороннюю. Например, Poison. Poison. Так, не помню там точно какая версия. Пусть будет вот такой вот. Poison. Хочу я вытянуть теперь dependency. Я также иду в корневую папку. В корневую папку. Я не иду к конкретному приложению. А иду в корневую папку и использую mix. New. О, какой-нибудь. Depth. Get. У меня подтянулись dependency и опять прошу обратить внимание, куда они подтянулись. Они подтянулись в корневую папку. То есть, мы dependency между проектами, по сути дела, разделяем. То есть, вот эти вот подпроекты, которые здесь создаются, они не такие уж и независимые, как кажется на первый взгляд. То есть, это по факту достаточно тесно связанные приложения. Поэтому у меня и такое пока неоднозначное отношение данной возможности Umbrella есть. Если я захочу вынуть данное приложение и использовать его как самостоятельное, мне в любом случае его придется создавать именно как отдельный проект с dependency, со всеми делами, с файлами конфигурациями. Дальше, поехали. То есть, что у нас компилируется все в одну общую папку. Мы это, кстати, могли увидеть, вот если мы зайдем вот, например, в dataset и в mix file, то можно вот здесь вот в project, да, вот здесь вот увидеть, куда у нас компилируется. Компилируется вот сюда build, config path, вот, dependency, ну вот они, да. То есть, повторюсь, общая идея, что вы, скажем так, у вас есть, ну ладно, вот как я это понял, есть какой-то большой проект. И в нем есть четко обозначенные, четко обозначенные подпроекты, но они все еще взаимосвязаны с друг с другом. То есть, это подпроекты одного большого проекта, но они все еще тесно взаимосвязаны с друг с другом. То есть, это не отдельные библиотеки, которые вы хотите переиспользовать в других местах. Нет, это все еще вместе как целое. Или можно по-другому еще подумать, что это организация вашего кода, но в более крупные сегменты. То есть, если с этой позиции я рассматриваю, то вполне себе. Плюс, плюс еще вы также можете создавать для каждого свое приложение, если, например, вы создаете серию OTP под приложений, то есть там джинсерверы, супервайзеры, то вы можете создать под каждого свой-свой, этот, как его называется-то, свое дерево наблюдений. Свое дерево наблюдений. То есть, не одно общее, а свое дерево наблюдений. То есть, можно было бы создать, например, еще один проект. Допустим, mix new. Давайте какой-нибудь еще один проект. SQL, например, назову. И в нем я вот такой флаг передам, sub. Это будет автогенерация, автогенерация дерева. Дерево наблюдений. Ну, и сейчас увидим, что я имею в виду. Вот под проект SQL собрался lib. Вот мой стандартный в начале файла с hello. Но, что здесь еще важно, создалась папка SQL, и в нем есть application. Application, application, в котором мы можем видеть следующую вещь. Супервайзер, то есть, вместо того, чтобы прописывать это руками, вот данный флаг помогает нам сформировать данное дерево. То есть, вот данные деревья наблюдений вы можете создать для каждого подпроекта. Может быть, это удобно. Может быть, не знаю пока, как это реально на практике. Просто... Ладно, повторюсь, может быть, есть какое-то удобство. То есть, вы хотите, например, чтобы, если одно дерево реально все полностью упало, а чтобы другие подпроекты работали. Так, выяснили, да? Пока некие основы. Некие основы. Ну, и еще давайте напоследок покажу, что мы обращаемся именно как с единым целым. А, мне нужно подняться в корневую папку. Не там, напустил. Икс. Вот, сейчас все хорошо будет. Компиляция. И я могу теперь пользоваться вот этими функциями прямо из одного места. То есть, у меня это как один проект все еще рассматривается, в котором есть, скажем так, крупные модули, представленные в виде подпроектов. То есть, алга, я так и пишу алга, hello, ой, hello. Ну, и вот ответ from. Точно таким же образом я могу дата-сет, например. Hello. Наши вот подпроекты, поскольку они находятся в одном месте, мы можем использовать код из соседних подпроектов. Каким образом можно это сделать? Давайте перейдем в какой-нибудь микс. Настроечный файл, например, в дата-сет. И заимпортим в соседний проект. Здесь даже есть примеры, например. Вот, siblings.appaint.umbrella. Давайте я это делаю. Прокопирую. Раскомментирую. И, допустим, я ставлю проект алга. In umbrella.true оставляю. И так, где у нас дата-сет. И вызову прямо отсюда алга.hello. Так, recompile напишу здесь. И повторю функцию. И, как минимум, from-dataset, from-alga. То есть, я активно использую соседний проект. Просто добавив его вот таким вот образом. Алга и набрала true. Повторю, что все зависимости, которые внешне вы добавляете, они считаются общими. Общими, общими, общими. То есть, реально у вас все в общую папку сохраняется. По факту. То есть, вот у меня зависимость польза. И она разделяется. Не знаю, как здесь с различными версиями дела обстоят. Но это, по идее, даже было бы неправильно. Поскольку у нас подпроекты могут быть взаимосвязаны и активно использовать друг друга. Чтобы не иметь различных конфликтов зависимости. Все же, по идее, одну зависимость на всех лучше использовать. То есть, к чему мы подошли? Вот, зонтичные проекты, по большому счету, разделяют ваш код на большие группы. На большие группы. Которые организуются, так называемые, приложения АПП. Под приложения. Но я бы сказал бы, что это просто подпроекты, которые по факту остаются связанными. То есть, это не независимые вещи. Это просто способ организации кода. Альтернатива, альтернатива или не альтернатива. Я вот, когда смотрел данный проект, про зонтичные, вернее, статьи, про зонтичные проекты. How do you use? Здесь интересный даже вот топик. А я никогда не видел. Актуально. Anyone использовал Umbrella Project in Production. Ну и, собственно, вот здесь вот еще ссылочка, так называемая, как используется. И так называемые пончо-проекты. Пончо-проекты. Что это значит? Пончо-проекты, как я понял, это следующее. Следующее. У вас есть основной проект. Основной проект. Называется он... Как-нибудь... Давайте я здесь... Ой. Вот, давайте вот создадим проект. Mix. 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 Data. Set. То есть я опять... Ну, точно такое же создам. И создам еще один проект. Mix. New. Algo. То есть на сервис это два независимых проекта. И мы их хотим объединить. И вот пончо-пончо. Это... Подпроекты, которые, по сути дела, лежат в одной... Папке. Лежат в одной папке. Общей папке. И я могу, в принципе... То есть эти... Вот здесь вот проекты. По факту, на самом-то деле, они реально независимы друг от друга. У них есть свои dependency. Вы обращаетесь к ним независимо через Mix. В отличие от зонтичного проекта. Но... Так, давайте я здесь... Сделаю то же самое. Каким образом я бы, например, в датасете, в датасете, мог бы использовать данный проект? Проект. Алга. То есть, как мой проект назывался. И мне нужно указать путь. Путь. Так. Поднимаемся на папочку вверх. И идем в Алга. Собственно, вот. Все. И теперь я могу заиспользовать. Давайте сделаем, как это в прошлый раз. И запустим. Запустим. xs-mix. Отлично. И теперь мы можем использовать датасет hello. То есть, отпечатывался и вернулся hello. From Алга. Вот это, так называемые пончо проекты. Как они их решили называть. То есть, this application can use a path. Ну и, собственно, вот. Но, по сути, по сути дела, вот здесь проекты, они более независимы. Более независимы. Друг от друга. Но вы можете обращаться к ним, как будто бы они у вас зависимые. В смысле, взаимосвязаны плотно. То есть, вот таким вот образом можно еще, вы можете организовать ваш код. И вот эта идея, ну, лично мне немножечко ближе. Потому что, если я реально хочу разбить свое приложение на подприложение, я хотел бы их переиспользовать. По крайней мере, у меня должна быть такая возможность. Я могу взять и полностью вынуть его. И обращаться мне легче. И проблем меньше, когда он реально независимый. А в зонтичной, там более тесные взаимосвязи по факту все равно идут. Вот такая есть возможность организации кода у нас. Окей. Изучаем. Изучаем, изучаем. Эликсир. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok